Работа Владимира Ильича Ленина Привет итальянским, французским и немецким коммунистам В связи с чем это была работа, дело в том, что она была написана 10 октября 1919 года В этом году, в марте, прошел первый конгресс коммунистического интернационала И этот третий интернационал получил очень широкий резонанс в мире Противовес второму интернационалу, который предал коммунистические идеалы И, естественно, в этой работе Владимир Ильич очень много уделяет внимания разоблачению Именно вот этих мелкобуржуазных взглядов второго коммунистического интернационала И начинает он эту работу свою следующим образом Блокада империалистических зверей действует вовсю Насилие могущественных держав мира обрушивается на нас ради восстановления власти эксплуататоров И вся эта звериная злоба капиталистов России и всего мира прикрывается, разумеется, фразеологией О высоком значении демократии Лагерь эксплуататоров верен себе Он выдает буржуазную демократию за демократию вообще И все филистеры, все мелкие буржуа подпевают этому лагерю Все вплоть до господ Фридриха Адлера, Карла Каутского И большинства вождей независимой от революционного пролетариата Но зависящей от мелкобуржуазных предрассудков социал-демократической партии Германии Вот такие вступительные слова Далее он уделяет некоторое внимание именно вот этим мелкобуржуазным предрассудкам И мелкобуржуазным взглядам целого ряда представителей второго интернационала Особенно он уделяет внимание Шейдеману и Каутскому Это немецкие социал-демократы Но я хочу остановиться на том, что полезно нам сейчас Что из этой работы Владимира Ильича Ленина мы можем взять для себя Итак, после некоторого анализа он говорит Шейдемановцы и каутскианцы ведут все еще разговоры о демократии вообще Они толкуют о большинстве, думая, что равенство избирательных бюллетеней Означает равенство эксплуатируемого с эксплуататором Рабочего с капиталистом, бедняка с богачом, голодного с сытым На деле именно буржуазия всегда лицемерила, называя демократией формальное равенство На деле же насилуя бедноту трудящихся мелких христиан И рабочих бесконечным числом приемов обмана, гнета и т.д. Империалистская война вскрыла это для миллионов людей Диктатура пролетариата есть единственное средство защиты трудящихся от гнета капитала От насилия военной диктатуры буржуазии от империалистических войн Диктатура пролетариата есть единственный шаг к равенству и демократии на деле А не на бумаге, а в жизни не в политической фразе, а в экономической действительности То есть здесь Владимир Ильич делает упор на том, что демократии вообще не существует Пока общество классовое и есть демократия только для правящих классов существует А для классов подчиненных диктатура Поэтому есть диктатура буржуазии и есть диктатура пролетариата Далее он говорит Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство При голосованиях, производимых под гнетом буржуазии Под гнетом наемного рабства А потом должен завоевывать власть Это верх тупоумия или лицемерия Это замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти То, в чем хотят нас убедить и сейчас Что вот ребята, придем, проголосуем И все у нас будет хорошо Все трудящиеся заживут здорово И это голосование Под флагом развернутым, к сожалению Партией, которая называет себя КПРФ Это голосование уже продолжается больше 20 лет И конца этому голосованию не видно Диктатура буржуазии не колеблется Далее Владимир Ильич говорит Пролетариат ведет свою классовую борьбу Не дожидаясь голосования для начала стачки Хотя для полного успеха стачки Нужно сочувствие большинства трудящихся А следовательно и большинства населения Пролетариат ведет свою классовую борьбу Свергая буржуазию Не дожидаясь при этом никакого предварительного И буржуазии производимого под ее гнетом идущего Голосования Вот такую мысль он здесь проводит Далее То, что для того, чтобы успешно вести классовую борьбу Здесь вот мысль То, что я сказал Состоит в том, что нужно сочувствие большинства трудящихся Он дальше эту мысль развивает И говорит Пролетарская революция невозможна без сочувствия и поддержки Огромного большинства трудящихся По отношению к своему авангарду к пролетариату Но это сочувствие Эта поддержка не дается сразу Не решается голосованиями А завоевывается длинной, трудной, тяжелой классовой борьбой Классовая борьба пролетариата За сочувствие За поддержку большинства трудящихся Не ограничивается завоеванием политической власти пролетариатам То есть Недостаточно завоевать политическую власть То есть свергнуть власть буржуазии Он говорит Что после завоевания власти Эта борьба продолжается Только в иных формах То есть после революции В частности у нас в России После 7 ноября или 25 октября По старому стилю Борьба не остановилась Класса Она продолжалась Но в иных формах И говорит Что в русской революции Обстоятельства сложились для пролетариата Исключительно благоприятно Ибо пролетарская революция Произошла когда весь народ был вооружен И когда все крестьянство Хотело свержения власти Помещиков Все крестьянство Возмущено было Политикой социал-предателей Меньшевиков И социал-революционеров Но даже в России Где в момент пролетарской революции Дела сложились Исключительно благоприятно Где сразу получилось Выдающееся единение Всего пролетариата Всей армии Всего крестьянства Даже в России Борьба пролетариата Осуществляющего свою диктатуру Борьба пролетариата За сочувствие За поддержку большинства трудящихся Заняла месяцы и годы Борьба пролетариата За диктатуру Продолжается и после Совершения социалистической революции Далее он говорит Что делает упор на том Что нужно не только Вести борьбу За поддержку Большинства трудящихся Но и нужно вести Борьбу с предателями Социализма И говорит по этому поводу Борьба с предателями социализма Должна быть беспощадной Но она должна Идти не по линии За участие Или против участия В буржуазных парламентах В реакционных Профессиональных союзах И тому подобное Это было бы Безусловной ошибкой И еще большей ошибкой Было бы Отступление От идей марксизма То есть Борьба не должна идти По линии Участия Или не участия В буржуазных парламентах То есть Участвовать в выборах нужно Но с какой целью Об этом Далее он говорит Что надо стремиться К тому Чтобы партия Участвовала В буржуазных парламентах И в реакционных Профессиональных союзах И в заводских советах Шредимановски Урезанных И кастрированных Ну Если тогда Были Шредимановски Урезанные Советы Профсоюзы То сейчас Шмаковские профсоюзы У нас тоже существуют Которые Дуют в дуду Нынешнего Буржуазного Правительства То есть Надо Чтоб партия Участвовала Везде Где есть Рабочие И где Можно Говорить К рабочим Влиять На рабочую Массу Надо Во что бы то ни Стало Соединять Нелегальную Работу С легальной Систематически И неуклонно Осуществляя Строжайший Контроль Нелегальной Партии И ее Рабочих Организаций Над легальной Деятельностью Это нелегко Но легких Задач Легких Средств Борьбы У пролетарской Революции Вообще Нет И быть Не может И далее Это же мысль О борьбе С социал Предателями Против Социал Предателей Против Реформизма И Оппортунизма Эту Политическую Линию Можно И Должно Вести На всех Без изъятия Поприщах Борьбы И тогда Мы завоюем Рабочую Массу А с рабочей Массой Авангард Пролетариата Марксистская Централизованная Политическая Партия Верным путем Поведет народ К победоносной Диктатуре Пролетариата К пролетарской Демократии На место Буржуазной К советской Республике К социалистическому Строю И далее Заключение Этой работы Он говорит Третий Интернационал Одержал Ряд Блестящих Невиданных Побед В несколько Месяцев Быстрота Его роста Удивительно И Заключительные Слова В этой Работе Такие Победа Коммунизма Неизбежна Победа Будет За ним На этом Я бы хотел Закончить Если что-то Есть Желание Обсудить Давайте Обсудим Есть Вопросики Давайте Вопросы Много Вопросиков Много Возникло Первое Мне эта работа Понравилась Тем Что там Ленин Не стесняется Использовать Крепкие Выражения Да Вот А меня Выругали За это За то Что я Использую В своей Статьях Кто ругал Ну Вот Было Как-то Было Было В том числе Выругали В дискуссиях В этой Я выступал Только Против Матерных Слов Я не матерный Я почти Как Ленин Культурного Там проскакивали Некоторые Товарищи Проскакивали Стандартные Как На букву П Как Троцкий А Ну Это Классика С песни Кстати Про Троцкого Интересно Вспомнили В этой Работе Хорошо Отписано А зачем Объединяться И на каких Принципах То есть Там же Тоже Шли Призывы Давайте Все Вместе Объединимся Все Все Дружно Ленин Отвечает Извините Не все А только Те Кто За диктатуру Пролетариат Да Вот именно То есть Объединяться На основе Марксизма Ленинизма И опять же Как мы в прошлой Работе Смотрели Тут То же Самое Содержится Зачем Собственно Коммунистам Идти в парламент Парламент Для эту думу и они там занимались не законотворчеством и не словоблудием вместе с буржуазией они занимались тем что нет через эту трибуну развенчивали все что творила буржуазия год и второе пользуясь этой трибуны они шли в трудовые коллективы как неприкосновенные депутаты и несли социалистическое сознание в эти трудовые коллективы вот чем их задача была и сейчас если кпрф считает что они коммунисты и они за социализм они не должны этим же заниматься идти в трудовые коллективы пользуясь депутатской неприкосновенности и заниматься посвящением научно внедрением как бы внесением вернее правильно как говорил владимир внесением социалистического сознания в трудовые коллективы вот чем они должны заниматься они занимаются словоблудием там вместе с буржуазией уже сколько лет уже двадцать с лишним лет этим занимаются так об этом же речь идет что не только надо ходить в парламент надо вообще везде ходить конечно может дойти владимир здесь вот в этой в этом письме и говорит что во все организации где есть рабочие нужно идти любые рейтинг есть рабочие и прежде всего рабочие в этом плане потому что коммунистическая партия это партия должна представлять коренные интересы именно пролетариата а не сидит либо еще рабочего класса коренные интересы она должна представлять просто в этом плане у нас допустим есть профсоюзы медиков независимые профсоюз учителя во всех надо работать во всех коммунисты должны работать так там же нет рабочих учителей медики там есть трудящиеся трудящиеся туда тоже не только что с вами говорили что конечно как бы основа это пролетариат это его диктатура но для того чтобы установить диктатуру пролетариата нужна поддержка огромной массы трудящихся говорит владимир ильич нужна поддержка а вот а вот она и поддержка вот они медики вот они как бы педагоги и прочие прочие трудящие трудовая интеллигенция вот погодите он же пишет именно рабочих он рабочих пишет они трудящихся нюанс такой сейчас я тебе еще раз прочитаю тогда ты неправильно понимаешь не профсоюз допустим медиков здоровья туда входит в том числе водители скорых помощи они как бы не медики и не как бы водители то есть рабочие значит другой пролетарская революция вот слушай еще раз невозможно без сочувствия и поддержки огромного большинства трудящихся по отношению к своему авангарду к пролетариату вот эту вот эту мысль ты прослушал владимир поддержки здесь пропадет здесь не говорится что к ним надо прежде всего идти нет конечно прежде всего что идти в профсоюзы именно где рабочие везде надо идти и везде и профсоюзы но конечно что только организованный пролетариат способен произвести социалистическую революцию только организованный пролетариат но нужна поддержка основной массы трудящихся этому авангарду говорит владимир ильич этому авангарду пролетариату вот о чем идет речь здесь не в этом плане еще знаете как чисто с исторической точки зрения что понравилось собственно пишет в 19-м году когда там же есть что фактически советская власть уже устоялась как это куда она устоялась когда самый тяжелый момент интервенция была осталась от территории помнишь за к октябрю не от нас он в октябре пишет там уже это самое интервенция была и и гражданская война поэтому говорить о том что устоялась советская власть я бы не не стал так я к тому что он кому пишет он пишет же разные страны германия он назвал работу привет он не это не письмо он назвал работу привет но дело в том что достучаться потому что границы были закрыты он в основном то выступал с разъяснением конечно больше всего наверно надеялся что прочитаю свои свои трудящиеся массы а по возможно это было напечатано вправде через два дня после того как он написал это статья была напечатана вправде но правда за границу ну каким-то образом через депутат через канал и пошла но в массовом к лице но массы трудящихся за границу она вряд ли эта статья смогла тогда попасть я сразу и сейчас как раз на обратном положении это сейчас надо что какой-нибудь там ленинскую его нибудь там китая корея откуда нибудь писал нам что делать и кто и кто у нас является коммунистическими партиями там же в начале самом статье идет как раз разделение я коммунистов которые так сказать остались верны идеям марксизма и те которые так сказать ушли в парламент и там только голосуют за счет этого собственно и живут у нас ситуация чуть обратно как раз мы те самые итальянцы французы и немцы это как раз у нас сейчас куча изданий они как раз конфликтуют друг другом и мы не можем так сказать совершить то же самое что совершил ленин свое время где-то так есть проблемы их надо решать для этого изучаем теорию значит определяем что необходимо сделать чтобы внести в трудящиеся массы прежде всего в рабочие массы социалистическое сознание что мы можем сделать что внести это сознание ответом идти в коллективы визнации да вот это что вот делает проводит замечательно вот сергей работу слова то что распространяете газеты в трудовых коллективах это великое дело это великое дело что есть еще вопросы или сворачиваем записи